Привет, это Навальный. Я ужасно рад, что снова могу сказать эту фразу, хотя, если честно, в какой-то момент мне казалось, что я уже ее больше никогда не произнесу, но так или иначе я снова... Это первое видео Алексея Навального после отравления в августе 20-го. Сильно похудевший, он говорит, что вернется в Россию, как только поправится. Своё обещание Навальный сдержал. Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние пять месяцев. Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на погарон контроль. Пять месяцев. Ровно столько главный оппозиционер России проходил реабилитацию в берлинской клинике Шерете. Навальному стало плохо на рейсе из Томска в Москву в августе 20-го. Самолет тогда экстренно посадили. Карета скорой помощи забрала Навального со взлетно-посадочной полосы. Семья и соратники Навального требовали отправить его на лечение в Германию. Сам политик в это время находился в искусственной коме. Российские пропагандисты говорили, что у политика диабет, похмелье и, в общем, сам виноват. Позже лаборатории сертифицированной организации по запрещению химического оружия установили. Навального отравили нервно-паралитическим веществом новичок. Российские власти отрицают как само отравление, так и свою к нему причастность. Расследовать покушение пришлось журналистам и самому Навальному. Виновными были названы сотрудники ФСБ. Я хочу, чтобы вся страна знала, что творят эти люди. Как они используют государственную систему, во что они превратили органы безопасности. Ни у кого не должно оставаться иллюзией. После отравления соратники уговаривали Навального не возвращаться в Россию. Говорили, что риски слишком высоки. Навального задержали прямо в аэропорту и предъявили нарушение испытательного срока по старому уголовному делу. Мол, оппозиционер, пока лечился в Германии, не отмечался в ОФСИН. Тут же новое обвинение в клевете в отношении ветерана Второй мировой. Адвокаты не уставали повторять, что дело это исключительно политическое. Международные организации признали оппозиционера политзаключенным. Навальный не слушал приговор. Он рисовал жене сердечко на стекле аквариума. ...родившийся 4 июня 1976 года в селе Бутыня Венцовского района Московской области, гражданин Российской Федерации. И, как ему было свойственно, подбадривал сторонников даже в своем последнем слове. И поэтому мы можем это изменить. И говорить о том, что Россия должна быть не только свободной, но и Россия должна быть счастливой. Россия будет счастливой. Отправив Навального в колонию по первому делу, российские власти начали предъявлять ему новые и новые обвинения. В марте 2022 года суд приговорил Навального к 9 годам за мошенничество при сборе донатов и неуважение к суду. В августе 2023-го политику дали уже 19 лет колонии особого режима по делу об организации экстремистского сообщества. То есть фонда борьбы с коррупцией, обличавшего российских чиновников. Все это время Навального отправляли в штрафной изолятор за малейшие, часто надуманные провинности. В общей сложности политик провел в ШИЗО около 10 месяцев. И все равно не сдавался. Судился с администрацией колонии, обращался в Верховный суд, передавал послание жене и высказывался на запрещенные российскими властями темы. Для того, чтобы продлить свою личную власть, Путин терзает соседнюю страну, убивает людей там. И сейчас бросает в эту козорубку войны еще огромное количество российских граждан, которые, в общем-то, должны просто нормально жить, заниматься своими силами. Поэтому, конечно, это было преступление, сейчас стало преступлением гораздо большего масштаба. В конце документального фильма «Навальный», который получил Оскара, когда политик уже сидел в тюрьме, журналист спрашивает Алексея, какое послание он хочет оставить россиянам на случай, если его посадят в тюрьму или убьют. И здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Продолжение следует...